Странно. Просто человек смотрит на внешние глазами человеческими, а не глазами Божьими. Если бы было духовное видение, то не было бы таких вопросов. Да, человек живёт просто без Бога. То есть в его мироздании, хотя он говорит, что я верю в душе, на самом деле он не верит в Бога. То есть в его миропонимании Бога нет. Есть только он, там люди другие, и это жизнь. А вечности нет. Потому что если есть вечность, то такие вопросы сами по себе отпадают. С точки зрения вечности эти вопросы решаются элементарным образом. С точки зрения Бога, наличия Бога. То есть это просто не верю. Если человек так говорит, и Галешон верит, он просто лжёт. То есть реально нет никакой веры, ни во что. Только слова одни. Не, ну это, а ещё есть какие-то ответы. Я вот, знаешь, ещё вспомнил. Ну вот, помню, когда с Игнатиховым что-то мы работаем там, работали. И я уж не помню какие обстоятельства. Вот, то ли кто-то что-то там накосячил, согрешил, или ещё что-то среди нас там, или кто-то внешний. И Игнатихович часто, ну вот, несколько раз это было, я помню, говорит, всё, говорит, уходим отсюда, а то нас Господь там убьёт нас вообще. Вот, именно из-за того человека. Вот, а ещё вот помню вот тоже ролики, когда он говорил, вот работал всегда с теми, вот с той бабушкой, которая десятину не хотела платить. То есть убеждал её, что нужно, а если нет, то тогда уже придётся с тобой расстаться, потому что проклятие пойдёт и на нас. То, что твоё, ну то, что ты не платишь, ты проклята, да, и не хочешь там, не убеждаешься, никак не вразумляешься. Соответственно, с тобой надо расстаться, а если нет, то проклятие на нас пойдёт тоже, из-за тебя. Ну то есть вот какие-то такие размышления. Или Господь говорил про Селамскую вот эту башню, что вы там, ну помнишь тоже, да, что вот. Да вы думаете, что тоже меньше грешны, чем они? Если не покаясь, то так же погибнете. Ну да, то есть это, я не знаю, возмездие за любой грех – это смерть, так что не знаю, как это вот объяснить. Чем больше человек живёт, тем он больше грешит и не каяться. Чем меньше он, то есть Господь его забирает, тем он меньше грешит. Да мы-то не знаем судеб Божьих, вот, потому что, ну, разные же причины смерти на самом деле. То есть, бывают такие причины, что, ну, он причастился в смерть один раз в третий, а никто не знает, он тайный грех делает. А тем более сейчас, вот, да, в ныних обстоятельствах, что прелюбодеев там венчают, они потом живут и перечищаются дальше, будучи в прелюбодействии. И вот эти угли все собирают на голову, и внезапно потом страшная смерть происходит. А они даже, ну, и не знают, а почему так произошло. И Игнать Тихонович часто говорит, что вот эти кладбища наполненные сейчас, вот, это, ну, много, ну, то есть, это в том числе из-за того, что именно в смерть причащаются люди, и потом настигает их кара Божья. Может, их, их родственники, или как вот детей приносят, я вот ужасаюсь в это воскресенье. Передо мной там мать, уже там, как о причастию, мать их всех там детишек своих там принесла, быстро причастила, потом после причастия тут же сок, конфеты там, все их завалило, они кушают. Все вот это вот, ну, такой бедлам какой-то происходит, прям на глазах. Вот, кто его знает, за что это дети страдают, убирают там. Ну, вот даже на этом деле, на страшном, ну, вообще нам откроется, что чтобы явились дела Божьи, то есть даже страдания может быть человек, то есть вот как вот этот слепой родился, его спрашивают как раз-таки, за что он родился-то. И Господь отвечает, чтобы явились дела Божьи. А дела Божьи какие могут быть? В нем явились, то есть он исцелил, да, в данный момент. А еще может быть дело Божье другое, он его лишил жизни. Он видит наперед, какой он будет человек, его лишает жизни заранее, вот как Наталья говорит. И это тоже дело Божье. И мы это, на страшном суде, это все откроется. То есть люди прославят Бога за это, за то, что за его судьбы, за суды, правда его. Вот в Новом Завете, если зарядите слово «глаза», и там везде говорит Господь, то есть там, что люди больные, они слепые, они ничего не видят, и они нуждаются в помазании Божьем, чтобы Господь их исцелил. Это зрение не вот это наше, которое мы видим, а люди не видят Божественно. То есть духовное зрение нету, поэтому у них и такие вопросы. То есть люди мало того, что слепые, да еще и мертвые, не имеющие Духа Божий. То есть человек сам по себе живет, да, Бога он не признает, это мертвец. Как Геннадий Фасс говорит на лекциях, его спрашивают, он говорит, ну вы извините меня, но человек, который не имеющий одно легкое, то есть он такой пример приводит, и который не имеет Духа Божий, это просто мертвец. Ну плоть ходячая, и все, пока в ней есть дыхание жизни. Отнимется дыхание жизни, и все. Человек живет пока на земле, в вечности он не имеет жизни, потому что он сам не верит, он не хочет веровать. Там же сказано в Евангелии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А спроси каждого второго человека, который задает такие вопросы, а верит ли он в Иисуса Христа, признает его Богом. Он начнет сказать, да, я верю в душе, и у него будет столько оправданий. Вот в этом и весь ответ. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Осужден, то есть он не верит, он живет здесь, но когда он умрет, он уже получит свой приговор за то, что не верил. Верить в Христа — это уже дело. Человек отмного отказывается, чтобы верить во Христа, чтобы принять Христа. Ему нужно изменить жизнь на все 180 градусов. А так, наверное, это вопрос из того ряда, что когда Игнатьич приводит этот пример тоже из житии или откуда, из предания, что у кого-то был вопрос, ну, какой-то тоже пытливый вопрос к Богу, я не помню какой. И потом образ такой был, что кто-то, отрок или человек сидит и хочет вычерпать океан, да, там, чем там, не знаю, вот. И он что-то черпает и бесполезно, ну, то есть это как вот. То есть это, мне кажется, вопрос из этого ряда вот такой. То есть это невозможно вообще познать судьбу Божию. Кто, почему, когда умирает, зачем? Промысел Божий над свободой и волей человеком, да, над свободной он идет. То есть эта связь плетает такую паутину, концы которой только Богу известны. Только он знает, какой плод принесет тот или иной поступок человека, даже через тысячи лет, потому только Бог и благ. Так, да, откровение 3.18. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенный, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Да, это все связано. А с другой стороны, Господь утешает вот то, что Он сказал, у вас все, у вас даже все там волосы на голове сочтены. То есть вот это вот, когда вдумаешься в это, ну, и веришь в это, оно утешает тебя. То есть все, что с тобой не произойдет, все именно благодаря Его воле, попущению, воле, не знаю, все под Его контролем как бы происходит. И все, и ты, когда в это веришь, и знаешь, и веришь, и ты успокаиваешься. Уже больше никаких нет вопросов в этом плане. А если веру нет, да, действительно. Если веры нет в это, то ты никогда не ответишь на эти вопросы, и будешь вот так вот мучиться. Ой-ой-ой, как это все? Это ладно, еще мучиться, а сейчас дошло до того, что и не мучаются даже этими вопросами. Как животное просто живет, и все. Девятая глава, с 3 по 5 стих. Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет мир. Скажешь, что света лишен. И какой вред от того, что лишен чувственного света? Напротив, он более облагодетельствован. Ибо вместе со зрением телесным он прозрел и очами душевными. Слепота послужила ему на добро, так как через исцеление от нее он поднал истинное солнце правды. Итак, слепец этот не обижен, а облагодетельствован. Потом всякий, занимающийся Словом Божьим, должен знать, что частицы для того, чтобы, нередко употребляются в Писании для обозначения не причины, а самого события. Бог для язычников дал язычникам знания не для того, чтобы они, согрешая, были безответны, но для того, чтобы они не грешили. А как они грешили, то вследствие сего знания сделало их безответными. Выражением для того, чтобы явились дела Божьи, указывается не причина, а следствие. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. То есть, он говорит то, что получается, прославился для прославления дел Божьих, это не причина то, что он слеп. Вот это что ли он имеет в виду? А следствие, то есть, выражение для того, чтобы явились дела Божьи, указывается не причина, а следствие. Я вот эту мысль сейчас пока понять не могу, пока подержим, дальше прочитаем. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. Это понятно. Мне должно делать их, то есть, дела, пока есть день. Пока длится, то есть, когда говорит он, пока есть день, это имеется в виду, пока длится настоящая жизнь, и люди могут веровать в меня. Потом наступит ночь, когда никто не может делать, то есть веровать, ибо делом называют веру. Итак, в будущем веке никто не может веровать. Настоящая жизнь есть день, потому что мы в течение ее, как днем, можем делать. Хотя апостол Павел называет ее ночью и частью, потому что здесь неизвестность совершающая добродетели или порог. Или частью по сравнению со светом, который залит праведников. Будущий век есть ночь, потому что там никто не может делать. Хотя апостол Павел называет его днем, потому что праведные явятся во свете и откроются дела каждого. Итак, в будущем веке нет веры, но все будут повиноваться, желающие и нежелающие. Да коли я в мире, я свет миру, ибо учением и явлением чудес просвещают души. Вот здесь я хотел бы сейчас прояснить, потому что я понял, нет тут момента. Вот смотрите, Иисус говорит. Мне должен делать дела послашивания, доколе есть день. Толкователь говорит, дело это значит вера, то есть на человека переносится. Доколе есть день, то есть пока человек жив, у него может быть вера. То есть он может веровать. Приходит ночь, то есть смерть для любого человека. Тогда уже никто не может делать, то есть веровать. Ты уже когда смерть, там уже нет веры, там есть уже действительность. То есть ты уже по факту, тебя ведут в ад, либо ты идешь в рай. Ты уже, от твоей веры уже это не зависит, все. Ты уже с реальным все столкнешься. Игорь, доколе я есть, вот я и свет миру. То есть об этом речь. Апостол Павел так же называет, наоборот, то есть как писание, оно может одним и тем же словом разные вещи обозначать. И вот здесь еретики всегда играют на этом. Поэтому надо знать всегда учение церкви. То есть если здесь день подразумевает жизнь, то когда апостол Павел говорит день, он называет именно, вот именно тот день, когда раскроются дела. То есть, а эту жизнь называют ночью. То есть как бы мы не знаем, нам сокрыты для нас, в каком смысле, ночь названа эта жизнь, потому что сокрыты истинные, как бы, истинные мотивы сердца людей. И мы как бы как во тьме ходим. А там, на страшном суде, это называется день, потому что раскроются все дела и все помышления, и станет известно, и каждому явится, то есть будет похвала или осуждение. То есть, видите, Писание по-разному говорит. В данном случае Христос говорит, день это про жизнь. У апостола Павла в послании говорится про последний день. Ну, то есть про раскрытие именно после смерти. Вот здесь мне непонятно, знаете ли, что? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть, толкователь говорит, что, вот я как это место всегда понимал, что не согрешит ни он, ни родители. То есть, для того, вот он родился слепым, то есть причина рождения его слепым, такая, чтобы Бог потом его исцелил. Я всегда это место так понимал. И чтобы, то есть, прославился Бог, люди, увидев это, прославили его. Но вот здесь говорит толкователь, выражение для того, чтобы явились дела Божии, указывает не причина, а следствие. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. То есть, я не могу понять. Толкователь с тобой согласен. Вот как ты понимаешь, правильно понимаешь, и толкователь так же говорит, еще раз прочитай внимательно. Правильно, то есть, причина, если бы была бы указана, то причина, это то, что родители согрешили. А следствие, это то, что после будет того, что он родился слепым, после того, это следствие. Следствие, следствие, какая? Бог его исцелил. Это следствие. Понял теперь? А, все понял. Если бы была причина, то причина родителей согрешили, либо он согрешил. Да. Да, понимаешь. И слабо горюк. Подвода. То есть, следствие, это то, что следом идет за действием. А действие, в данном случае, слепорождение, а следствие прославление Христа через исцеление. Спаси Христос, все понятно. Аллилуйя. 6-7 стихи. И помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силуам, что значит посланный. И он пошел и умылся и пришел зрячим. Одни слова, что создал Адам, что создал Адама я, допустим, если бы Господь сказал, что создал Адама я, могли показаться соблазнительным для слушателей. Но когда слова подтверждаются делом, не оставалось уже повода к соблазну. Устрояет глаза избрения, употребляя тот же способ творчества, каким сотворил и Адама. Не только устроил глаза, я открыл их, но ударил зрением. И это показывало, что он вдохнул в душу и в Адама. То есть, он их вводит в понятие о том, что он есть создатель мира. То есть, таким мягким способом. Так как у человека, если нет зрения с детства, то у него, значит, физически, на физическом уровне недостает каких-то элементов, то есть, организма. Там хрусталики, там что-нибудь, я не знаю, что там в глазах у человека. Может быть, в мозге что-то там нарушено, нерв, там нервов этого нет. Неизвестно по какой причине, но раз он с детства, значит, у него там этого не было. Он не ослеп, то есть, не было нарушения. То есть, надо было именно создать новое. Исцелить не просто, а новое создать. И вот он взял брение, то есть, землю, помазал и отправил омыться. Этим показывает, что он есть творец. И для чего он это делал, тут вот дальше мы это будем читать. Восьмой, одиннадцатый сиф. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил в милостыне. Айны говорили, это он, Айны, похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ. Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне. Пойди на купальню Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Толкование. Соседи, пораженные необычностью чуда, не верили. Хотя шествие его на Силам с глазами помазанным брением, для того и было, чтобы многие увидели его и потом не отрекались от незнания. Однако же и теперь не верят. Евангелист не без намерения замечает, что он просил в милостыне, но чтобы показать неизреченное человеколюбие Господа в том, что он снисходил и к бедным, что он с большим попечением врачевал и нищих. Отсюда и мы научились бы не презирать своих меньших братьев. А слепец, не стыдясь прежнего божества, не боясь народа, открыто говорит, это я. Проповедует благодетель и говорит, человек, называемый Иисус, называет Господь человеком, потому что доселе еще ничего не знал о нем. А что теперь узнал, то и исповедует. Откуда же знает, что это Иисус? Из разговора его с учениками. Ученики спрашивали Господа о нем. Вот это брение Христово сейчас ему миру не хватает, так как рожденные от плоти слепые, как это слепорожденные. Так точно. Точно. Хорошие слова. Еще можно сказать, что каждый человек, который живет во грехах, он тоже такой же слепой, слепорожденный, я даже это применяю в себе. То есть пока я жила до обращения по Евангелию, я была тоже как слепой котенок с розовыми очками, который ничего не видела. Вот как начала читать Евангелие, вот сразу начала прозревать. Что самое удивительное, Писание, если зарядить ухо, да, слух, то там именно указывается на слышание Бога, голоса Божьего, да, голоса вопиющего пустыни. А если зарядить глаза, то там показано, что глаза в основном Писании указывают, что больные, слепые. От грехов своих люди слепые. Да, как следствие. Ну и так рождаются частые... Дети у меня сейчас рожденные, да, от плоти, но они слепые, как котята, они не видят вот это вот. У меня даже дети говорят, а где Бог? Я говорю, ну ты смотри на небо и молись, Бог тебя видит. А как меня видит? Ну вопрос за вопросом. То есть ребёнок не понимает, он не видит, это не чувствует. То есть ему надо, чтобы было где-то 30 лет, да, 28 лет, вот это уже осознание. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вот у меня раньше произошло, 26 лет. Там у Игнатия Тихоновича, кажется, 24 года, да? То есть у каждого своё время. То есть мы такие же слепорождённые котята. И хороший образ — это тоже вот это исцеление. Это вот человек рождается каждый чистый от нечистого, то есть с первородным грехом. И уже он как мёртвый рождается, уже слепой сразу же. И пока его Господь не просветит, и он не воскреснет, то есть не возродится заново, через как вот крещение, обновение, то есть не родится, да, свыше, то есть он и не будет зрячим. И здесь это показывается, вот это новое, то есть творение. Он должен стать новым творением, творю всё новое. Вот люди, которые веровали от мащея, от каких-то чудес, у них нет вот этого прозрения. Потому что прозрение только через Слово Божие. Ты начинаешь и видеть через призму священного Писания, а не через чудо. Так же, как отпадение произошло от Бога через слух, потому что Господь дал заповедь на слух Адаму, и он её помнил, и он передал также на слух и Еве. И дьявол именно совратил этот слух, то есть он сказал, дал своё, и жена послушала змея, как сказано. А Адам послушал жену, то есть через слух, и он совратился от заповедей. Он должен был слушать заповедь Божию, то есть Бога слушать. И так же, как человек пал через слух, так же он через слух и должен подойти к этому. То есть через слушание Слова Божия, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А не через чудеса. Я когда читала Евангелие, я в первую очередь обратила на эти слова Христа. Всегда вот, у кого есть уши, да слышат. Я думаю, да какие же уши, у меня вроде бы уши, я слышу. А я перечитывала один стих по пять-шесть, по семь раз, пока оно дошло до основания мозгов. Я его понимала, я не читала толкование, но потом я начала понимать, благодаря тому, что я один и тот же стих, одни и те же слова перечитывала по несколько раз, пока я заставляла себя просто перечитывать Евангелие. Я даже его забывала. Я вставала утром, вспоминаю, а не помню. Потом опять начинаю перечитывать и уже начинаю пересказывать. Вот в немецкой школе дети учат научиться пересказывать то, что они читают. Смысл. Дай смысл того, чего ты прочитал. Вот так я себя заставляла и нудила, и так она меня это коснулась Евангелия до основания мозгов и сердца. 12 по 16 стих. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. И спросили его, так же и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положило на мои глаза и умылся, и вижу. И я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними расприя. Толкование. Евангелие замечает, что была суббота, чтобы показать злобу их, как они ловят всякие случаи против Христа, обвиняют его в нарушении субботы, и тем покушается затемнить чудо. Посему и не спрашивают его, как ты прозрел, но как он отверз тебе очи, во всем кривеща на Господа, как действовавшего в субботу. Заставляет самого слепца припомнить, что он сделал брение именно в субботу. Достойны замечания смелости слепца, что он безбоязнно ведет речь с фарисеями. Его привели с тем, чтобы он, пораженный страхом, отверг действительность истыления, а он очень ясно возглашает, я вижу. Из фарисеев некоторые, не все, а более дерзкие говорили, не от Бога этот человек. А другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Видишь ли, под влиянием чудес многие смягчаются. Вот эти люди, фарисеи, начальники, однако же вследствие всего чуда, пристрижаются и несколько защищают. И была между ними Распия. Распия происходила прежде в народе, ибо одни говорили, что он облачает народ, а другие говорили, что он добр. А теперь начинается и между начальниками. И вот многие фарисеи, отделившись от прочих, защищают чудо. Хорошо иногда бывает разделение, когда и Господь говорит, я пришел принести на землю меч, Матфея 10-34. То есть без сомнения, разногласия из добра и благочестия. То есть это хорошо, когда разногласия из-за добра и благочестия. Видите, хорошо и надо бывает. Сейчас, конечно, это так не учит этому, говорят, что надо мирно все. Ну вот, я вчера ходил на беседу с еретиком, я тут ряд много ошибок допустил, я из опыта еще спознал, к примеру, таких, что я сразу был доброжелательно к нему настроен. Как бы я почитал, потому что как они верят, я смотрел, что они верят в Никее Цареградский, то есть по символу веры, я думал, что в принципе, там догматических таких слишком нету, ну таких ересей каких-то, кроме как рукоположения, думал, что вот это единственное, там у них что чего нету. Вот из того, что я в интернете нашел на тот момент. И дружелюбно достаточно разговаривал, как бы настроился очень не на диспут какой-то, а на то, что выяснение, как они это объясняют, как бы вот такие вопросы. Но там полезли такие мощные ереси, и вот эта настроенность, эта дружелюбность, конечно, она не этот, как бы, помешает, мешает трезво оценивать ситуацию, чтобы давать верные, верные, верные ответы, то есть это я вот это четко почувствовал. И вот я понял, что не зря Антоний Великий говорит, что, говорит, я никогда, говорит, с еретиком не разговаривал, это дружелюбно. Ну, ладно, опыт тоже хороший, я потом видео скину, просто его надо обрабатывать, мне там так вот в открытую его оставлять, потому что там он больше говорит, и надо пояснение давать, то есть давать, допустим, из писания какие-то, потому что он говорит ереси всякие, такие, допустим, про причастие был вопрос, да, не вопрос, а он говорит, вот причастие, вот у вас, говорит, православных не раскрыта, суть причастия, говорит, а у нас раскрыто, и у католиков не раскрыто. Я говорю, ну, он говорит, вот как вы верите, я говорю, ну, как не верим, как написано, так и верим, говорю, это есть тело и кровь, сия есть кровь моя, совершайте. Ну, говорит, вы не раскрываете, ну, говорит, превращается, говорит, в тело и кровь, я говорю, ну, превращается, конечно же. Он говорит, тогда вы верите, как католики это как католики я говорю ну написано тело и кровь не там играть лету ранее это все раскрыто у нас там говорит присутствует тело и кровь то есть в хлебе и вине присутствует тело и кровь то есть видите какая добавка то есть писание этого нету они добавили это просто что присутствует то есть хрис тоже не говорит примите си 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 хлеб и в нем присутствует мое тело или вот такие ереси ну и много других иконы я даже не знал я потому что ты пришел я видел у них там иконы есть то есть изображение до христа а он оказался иконоболец вячеслав фильма терлитер смотрел посмотрю обязательно да и он оказался иконоболец такой закоренелый то есть и такой но самое интересное когда по писанию ему я что-то говорил к счету как неуверенно говорил мне это абсолютно не нравилось как я это говорил я потом пересмотрел я думаю неправильно все говорил не так надо было не в не в духе но когда все-таки касалось писание он не мог ответить на вопрос подписанию реально то есть писание он такой же как вот и многие православные в этом деле для него ничего это не стоит то есть истины никакой нету есть только так как ты к нему относишься к этой истине то есть есть отношение к истине то есть один видит так другой так то есть любой вопрос он так это разбивает точно говорит но это вы так видите а мы так видим а кто-то другой вот так видит истины нету то есть я говорю церковь была едина там в таком-то в первом веке нет г церковь никогда не было едины были ереси там тоже там были разногласия то есть нету истины никакой нету нигде он утверждает что у них есть рукоположение я нашел что действительно как бы она как бы есть но и чувствую там к это ложь сокрыта тоже не знаю по этому поводу пока ничего сказать не могу ну вот так вот было после ощущения очень противная когда ушел такое надушение осадок нехороший то есть помолиться надо было там ни раз ни два чтобы это прошло и так то есть видно было не готовность моя к этому разговору то есть как бы я забыл такой момент что вообще-то за этими ересьми стоит дьявол непосредственно сидит и и говорит что ты не с человеком разговариваешь а сделал непосредственно через которые он уже сколько людей это совратил 70 лет ему он там председатель всех протестантских там церквей профессор там доктора наук там и прочее прочее то есть человек ну дьявол на котором пашет будет здоров я вот это не знал к такому готов ним не был недостаточно молился одному нельзя ходить вячеслав нет я женой был я женой был она молилась и это слава богу нас и видео видать это сокровенно мы пришли жена у нее температура 37 и 2 и до сих пор держится никаких признаков нету то есть болезни но температура 37 2 то есть вот как только пришли то есть вот такое такое последствие от этого прихода добрый день вечер лава ходить не с женой не жена надо было ходить а с братом водка ходит владимир и игорь дыбунов игорь третихов там сергеев по двое по трое которые знают священное писание не который чтобы с тобой молился там надо именно братья которые знают слово божье по двое ходить вот там беседа скинула в чате послушала как раз он игнатий техник с такими говорит 8 9 10 беседа очень полезная все я если меня кто-то такое спросит я даже не могу ответить как игнатий техник там надо знать и каноны и соборы и все они тебя так поймают что ты можешь заблудиться сам свои сей тогда я тут испутанность сознание почувствовал то есть я почему почувствовал я потом это проследил понял что я начал его слова слушать то есть я их начал слушать как бы ну как базы из дружелюбности чисто не принимать нужно потом я просто почувствовал что у меня спутанные мысли то есть у меня спутались все мысли я уже так не могу высказать и у меня и писание все сразу пропало из головы все все стихи я понял что вот тут момент когда ты допустил то есть ошибка произошла вот это дружелюбности но это очень полезно и да надо брать своего брата который может выбить то есть ты как из то есть на себя это взять и ты в этот момент передохнешь и сможешь обратно войти то есть помолившись однозначно добрый день вячеслав а можно прочитать здесь я нашел про ереси у игнатия бренчанинова у него в четвертом томе я вот здесь читаю меня олег зовут и здесь да 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 прочитать до написано славопрение это самое слабое оружие против ритиков оружие более вредное нежели полезное оно делается таким сообразно свойству душевного недуга то есть ереси гордая ересь не терпит обличений не терпит побежди побеждения от обличения она ожесточается от побеждений приходит внеистовство это доказали бесчисленные опыты побеждается ересь кротким увещанием еще удобнее молчаливым приветствием смирением любовью терпением и долго терпением молитвою прилежную исполненной соболезнованием о ближнем и милосердием ему ересь не может быть побеждена человеком потому что она и за при и запретение и начинание демонская победителем ее может быть един бог призванный к борьбе с нею и поражением ею смирением человека пред богом и любовью этого человека к ближнему желающий успешно сражаться против ереси должен был должен быть вполне чушь тщеславия и вражды к ближнему чтобы не выразить их какой-то насмешкаю каким-то колким или жестким словом каким-либо словом блестящим могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить в ней страсть ее помазу из труб и язву ближнего как бы цельным идеем единственно словами любви и смирения да призрит милосердный господь на любовь твою и на смирение твое и да возвестятся они сердцу ближнего твоего и даруется тебе великий божий дар спасения ближнего твоего гордость дерзость упорство восторженность еретика имеет вид только и на и имеют только вид энергии сущности они немощь нуждающиеся в благоразумном соболезновании это немощь только умножается и свирепеет когда против нее действуют безрассудной ревностью выражающиеся жестким обличением то есть вот так вот ну как бы игнатий бренчанинов он советует нам тоже как из моего такого маленького опыта я тоже могу ну как бы сказать что это стопроцентная как бы правда поэтому здесь вот такой извините что так стрелял я как бы в этой группе ну как бы я не знаю я не знаю откуда это включите микрофон я случайного выключил николай чудотворец ария ерес еретика ария пощечину дал а это у меня это я случайно вам выключил этот смотрите но игнатий бренчанинов он я не знаю он с еретиками вообще вел беседы когда-либо то есть я это не читал не знаю да из опыта вот именно тех которых мы знаем вот даже тоже игнатий тихонович полемистов которые точнее многих людей из ереси ты вывели тут не сходятся со словами игнатий причину хотя понятно что он имеет ввиду но в данном случае со мной тут надо понимать что этого еретика которому я разговаривал он уже все его не обратить цель такой даже не был цель люди которые слушают вот цель главное и то есть он правильно горит и стыд ты как бы должен быть то есть у тебя не должно быть ничеславия не гордости тогда ты и ты будешь вот эти глубины сатанинские откроют эти сатанинские дела как бы различать и мочь в нужное время в нужное место вставить слово правильное вот эти все вещи да это все правильно но что обязательно надо там очень с ними так смиренный сам с таком соглашаться это святые отцы этот игнатий бренчанинов это что-то новое сказал потому что я знаю многих святых отцов которые говорят как раз киев за еретиками он до жестко разговаривать но другое дело когда его обращаешь которую ты думаешь обратить вот как вот он колеблющийся вот там однозначно эти слова правильно но тут явный враг тут явный прям враг вот был явный но здесь как бы невозможно огонь потушить огнем то есть огонь пока тушиться водой то есть это жесткость с любовью жесткость на жесткость никогда ну как бы сказать и по евангелию то есть как бы господь кротостьей он же кротости и приобрелся он не то что там мечом или как там мусульмане как бы подожди можно можно вставить я прошу прощения смотрите в чем фишка когда господь с фарисеями говорил о фарисеи ну то есть вот эти начальники да они были они сознательно они сознательно противились духу святому и даже враждовали с ним и хулили его он с ними жестко говорил а те на а тут речь идется как на контакте тихонычу приходят люди да они ищущие они еще в пути да они сейчас где-то в секте а вот их там обольщает вот эти их в начальники вот но он ищущий он пришел когда тихонычу тоже от него что-то послушать да потому что он ищущий игнатий тихоныч заметь он он по-разному разговаривает там с еретиками не с еретиками и в большинстве своем он как раз кротко с ними разговаривает возвещает истину возвещает вот по писанию вот это весь расклад дает как раз заблуждение по писанию раскрывает их вот этих еретиков и человек и он это все понимает молится одновременно и он видит если человек как бы ищущий и он для него он из именно истину ищет он именно вот так с ним по мирному все потихоньку потихоньку и видно что человек этот принимает истину потому что он ищет истину а не там еще а ну а не каких-то там земных непонятных чего чего вот ну то есть вот где-то вот именно когда человек обольщенный ересью там или он в пути он просто это какое-то еретическое собрание еретическая секта какая-то это как некая некий некая ступенька на пути именно ко христу к истине к истине к истокам вот тогда и он ищущий да тогда с ним кротко вот так вот по писанию потихоньку а если он пришел и ты господь тебе открывает в молитве ты чувствуешь что он прям он прям ну хулит типа там дулевич не дулевич не знаю можно ли вообще сравнить дудин какой-нибудь он прямо вот конкретно идет на пролом и прям попирает хамитом для него вообще неважно вот там тогда уже идет жестко идет жестко ответ отпор виталий вот так вот тут это я просто тоже я то вот именно как вот и так и был настроен как вот игнатий бренчанинов и собственно такой настрой был но здесь ты встречаешься иногда встречаешься с начальником их ереси то есть не с таким человек это волки это волка сознательно противится он смотрите он был он присоединил професс то есть доктор философских наук профессор богословия магистр там теологии то есть он знает он знает как людей тащить в ад то есть он не глупый человек он уже там не знаю может тысячи сотни людей утащил уже за собой туда вот то есть это человек и вот с таким человеком вот я говорю что я был не готов что я вот с ним что вот он на это будет такая личность я думал что будет какой-то верить ну какого-то еретик которые там в описании можно поговорить там нет там все там закоренела убежденность которая никогда никуда не девается то есть по сути по правильному мне надо было уйти просто но не даже говорить не говорить по правильному но я как бы из уважения вот это все из-за дружелюбности там и потерпел вред из-за этого так он тебя позвал да нет меня вот одна которая едет со мной ну лютеранка которая она так тяготеет православию я много ее в тупик ставила она начинала это и она у меня гордовать играть у нас этот есть настоятель и он типа вот согласен с тобой поговорить то есть ему задай вот эти как вопрос который ты мне задаешь я думаю приду задам у вопроса то есть пообщаемся вот по поводу этого вот и я пришел она мне не сказал кто я не я не думал даже но у любого есть человек лютые волки и сознательно которые вот губят овец вот о них и сказано лютые восстанут лютые волки там и и так далее с ними жестко надо да с ними как христос вот прям порождение хитнины там я не знаю сыны дьявола господь жестко очень их там хлистал словами и гнадий тихон жестко таких лечит словами они ему даже говорят так ты лучше матерись на нас нежели ты такие находишь слова он как правило из писания их находит так их лечит что они уже вопят как 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 те демоны что ты пришел раньше времени нас мучить с такими жестко хлестка но мне кажется еще такой как бы крайний момент когда вот ну правильно все по писанию если так вот доходить до писания то здесь вот взять таких вот крайность патриотов которые ну в россии находятся и они тоже говорят но христос же взял бич взял бич как бы и начал про ну как бы выгонять продающих и покупающих из храма то есть надо не тоже там словами обличать а надо взять действия взять автомат и всех этих узбеков таджиков казахов там я не знаю всех как бы нерусских там или шо надо просто их уничтожить как бы они тоже ну как бы руководствуются писанием говорят да вот христос взял и надо как здесь вот такой написано что слово божье это меч обоюдоострый то есть можно и пораниться здесь если так вот по писанию можно в такие дебри дойти нет 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 по писанию невозможно писание он не брал меч христос он запретил брать меч не взял я имею ввиду бич бич как бы я я пищу я все понял бич да а откуда взяли то если они берут видят бича берут меч то есть как раз не по писанию в том то есть весь этот вопрос это и называется ересь то есть даже вот этих патриоты как вы сказали они видят писание и извращают его то есть он взял бич хочу говорит бичона насиль то есть ты убить не можешь убить но ты насилие применять можешь насилие в каком смысле вот христос два раза применил насилие в храме он это он святое дело сделал ну святое дело явно святой бог господь же сделал мы не можем уже сказать что это не святое дело и это плохо а вот он другом месте сказал что не убить или там вложи меч в ножны он поставил ограничение что никогда мы никого не должны убивать никогда ни в каких случаях то есть это вот не это вот по писанию как раз таки а вот то что они да действительно вы говорите там берут меч и начинает тому из-за этого как это они извращают писание так нельзя делать а мы поступаем по писанию должность но если уж враг вот как действительно как скажешь да вот как апостол павел сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды и не станешь ли ты совращаясь с прямых путей господних вот этот камнем разговаривать это конкретно под него фраза ты и никак не скажешь мягко там или еще что-то только жестко только это пик это его на это как раз и евангельский дух писание если мы вот это отвергаем то есть это когда пусть им не гневайся а Господь говорит не гневайся напрасно то есть напрасно не гневайся если не на просто гневся можешь златоуз говорит гнев дан богом человека для того чтобы человек гневался как раз ки не напрасно применял на нужные дела мы полностью не можем утвергать гнев Ну, гнев это к себе, я вот применяю, ну, я вижу свои, как бы, ошибки, все, и я стрелки перевожу на себя, а не на соседа или на, еще на еретика какого-то, или, ну, то есть, как извращенца, и поэтому здесь вот гнев, это правильно, да, он, гнев есть, но я применяю его к себе именно, то есть, своим, как бы, ошибкам, которые недостаточно, так у меня хватает больше, чем надо, и так вот, а я чувствую, если я перевожу стрелки на другого, на ближнего, даже праведный гнев, вот это вот такое, ну, понятие говорят, вот у меня праведный гнев, то есть, я, как бы, праведно гневаюсь, это такое, очень тоже такое, очень, ну, не знаю, я это говорю, личное мое мнение, предвзятое, что это очень опасное выражение, праведный гнев, и, опять-таки, многие, ну, как бы, руководствуются сейчас, такие вот, когда насилие совершают, или еще, или защищают... Брат, брат, извини меня, ты уходишь в сторону, давай, пойдем дальше, и ты вообще сейчас куда-то прям уходишь, не надо это делать. Гнев не только для себя сделан, и для другого. Златоуст говорит, видишь, какое там здесь ограничение, гневость не согрешайте, гневущий на брат напрасно, потому что можно гневаться и справедливо, так и Павел Рогневоса на Элиму, Петра и Сапфиру, справедливо, я даже не назаду, это просто гневом, а любомудрием, попечением, распорядительностью. Гневается отец на сына, но потому что заботится о нем, напрасно гневается тот, кто хочет отомстить за себя самого, а кто хочет исправить других, тот смирение всех. Иван Златоуст. Мы должны в полноте принимать Писание, и не говорить, то есть, когда мы говорим, что гнев это только для нас, это мы не в полноте его принимаем. Хотя пустынники, монахи этому учат, но это не по Евангелию. Вот я сейчас прочитал Златоуста толкование на это место. Слава Богу за все. Так, идем дальше. Пав, все, уже 24 минуты, давайте общаемся. Ну вот, тут вот видишь, ты читал толкование, когда, то есть, они, смотри, они все время его ждали, ждали, как он слабое место у него найти. Вот он и дождались, суббота, да, суббота, по закону ничего нельзя делать, опа, он исцеляет человека. Ну, то есть, не просто исцеляет, а у него не было глазных яблок, он ему там их сотворил. Ну, то есть, очевидное, явное, такое прям мощное чудо. Не, ни в какую, а не давай его хулить, это он от дьявола делает. Ну, то есть, это явная хула на Духа Святого. Как с такими можно вообще, ну, о чем договориться? Их надо обличить, вы реально, вы противитесь Духу Святому, воюете над... Вот, и все. Эта хула не простится ни в семь веке, ни в будущем. То есть, их надо так же, ну, жестко им сказать, чтобы они, ну, в чувство их привести. Может быть, они, чтобы они пришли. Или как он Симону Волхвон ответил, тоже очень жесткая. Петр, апостол Петр сказал, ты... То есть, ну, помнишь там это тоже, очень жестко он ему ответил. Молись, чтобы Господь оставил тебе грех этот твой. Ты исполнил лжелчи и всякой неправды. Пришел тут дар Божий за деньги покупать и так далее. Да. И Господь возревновал, да, вот. И реально вот ты стоишь, вот сейчас, когда ты это все знаешь, информацию всю, да, вот именно вот что есть что. И когда ты стоишь в храме и вот это видишь, ну, вот это все через деньги, все за деньги, и ты не можешь спокойно... Я вот не могу спокойно стоять. У меня внутри там такое идет, прям, я не знаю. Это как, ну, как минимум там ление какое-то, лота в Содоме. Понимаешь, вот это... А Господь это ничего себе, это... Ну, то есть, он сам, можно сказать, хозяин, да, отец. Он сын отца по божеству. Вот, и он возревновал. Конечно, он не мог это все спокойно. Он взял бичи и все там опрокинул, вот, сгнал их торгующих, покупающих. И сказал все, что он сказал. Ну вот, смотри, в субботу он вообще... Дело-то какое сделал, там, пальцами пошевелил, да, только. Приложил и все. А, говорит, сами уйди эту в субботу и отвязали в Аллату. То есть, делали-то конкретные действия. Ну, здесь они, в том-то и дело, что даже они за субботу зацепились. И тут было все несправедливо. То есть, на самом деле, это... Ну, они его подлавливают. Это есть волки. Они знают, понимаешь, они сознательно идут против добра, против света, против истины. Это есть вот эти вот, ну, лютые волки, которые именно на себя одеяло тянут. Себе славу имени своему ищут. Это строители Вавилонской башни те же. Они именно себе славу имени своему ищут. А тут он пришел, и народ за ним пошел. И они просто от зависти лопаются. И ненависть у них, именно нервное человека убийство, вот это, замышляет против него. Вы, говорит, хотите убить меня? Без в тебе, как мы хотим убить тебя? Да, вы хотите меня убить. Ну, и так далее, вот этот диалог с ними. Кому-то может еще что есть добавить. Да. Ну, все тогда. Все тогда мы исчерпали, получается. Некому ничего добавить. Я тоже все сказал. Благодарю всех за занятие. Давайте помолимся. Так, а сегодня помолится у нас. Женский голос давно не слышал, что-то. Наталья-то она всегда помолится, на какой-нибудь другого. Елена Гладущук, помолиться может? Так, Елена Гладущук, как слышно, прием. Так, отставить тогда. Елена Фаур. Понятно. Рахиль. Так, все. Там Екатерина есть еще, писала в чате. Екатерина Ткаченко. Отошли, похоже. Галинка Быкова. Все, вижу. Есть. Да, слышали? Есть контакт, да. Все. Достойный всякого истину. Блажите Тебя, Богородица, присноблаженную и пленепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херебин, и славдившую без сравнения с Серафимом. Безысление Слова, Богородшую, Сущую Богородицу, Тебе величаем. Молитесь. Господи, воды ты, небо и земли. Слава Тебе. За создание мира, за небо и земли. Господи, слава Тебе, за Сына Твоего Единородного и Бога нашего, Красителя нашего. Отчим наш, слава Тебе, за Богородицу Деву, подоптающему нашу, за Ангела-хранителя, за всех святых, предстоящих Твоему престолу. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Радыка, за живое Слово и за сегодняшний день. За то, что даешь нам возможность собираться у ног Твоих и изучать священное Твое Писание. Господи, вразуми нас и помоги нам, грешным, познать Твое истинное Писание. Слава Тебе, Бого Тебе, честь и поклонение, Отец Тебе и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. У кого сейчас время подходит, можете присоединяться к Сергею в группу на вечернюю молитву. Я буду позже часов полдевятого где-то проводить.